Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей. Из стаи псов въедались им в живот, рвали мясо. Восточный ветер выл в разбитых окнах, а по ночам стучали пулеметы, свистя как бич по мясу обнаженных мужских и женских тел. Весна пришла, зловещая, голодная, больная. Глядело солнце в мир незрячим оком. Из сжатых чресл рождались недоноски без руки, безглазые. Не грязь, а сукровица поползла по скатам. Под талым снегом обнажались кости. Подснежники мерцали словно свечи. Фиалки пахни гнилью, ландыш тлением. Стволы дерев, обглоданных конями голодными, торчали непристойно, как ноги трупов. Листья и трава казались красными, а зелень злаков была опалена огнем и гноем. Лицо природы искажалось гневом и ужасом, а души вырванных насильственной жизни вились в ветре, носились по дорогам в пыльных вихрях, безумели живых могильным хмелем. Ни изжитых страстей, неутоленной жизни плодили мщенья, панику, заразу. Зима в тот год была страстной неделей, и Красный май сплелся с кровавой Пасхой. Но в ту весну Христос не воскресал. Максимилиан Волошин, Красная Пасха, 1921 год. Дежавю. Максимилиан Волошин, Красная Пасха. Продолжение следует...